Райкина, Шеварнадзе, Рождественская... Это непонятно сейчас. Так, большую вон ту, дай-ка. Здравствуйте! Добрый день! С праздником! А с каким? Вселенских учителей? Да это памятная дата, это не праздник. Ну все равно. У меня вопрос, вот по миссии хотел бы, чтобы опытом поделились. Давайте. Так вот вы когда вот ходили, допустим, к сектантам, вот в их дома, как вот там вести себя вот? Пришли вот вы, допустим, у них там служение, после служения они, допустим, подошли знакомиться. Надо их, как вот с ними, обличать их сразу или как надо разговор вести? Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Нет. Ну как один говорит, только стали говорить. Диалог не удался, переходим сразу к оскорблениям. Такая поговорка есть. Ну раз на раз не сходится. Где-то тебя позовут, а где-то нет. Вот я, допустим, приехал в Грузию. У меня там человек свой, он у меня в доме обратился, крестник мой, еврей, Новом Израилевич. Ну а в это время еще они толком-то и не знали, он православие принял или нет. Он у них был известен, не православный-то. Ну и он сказал присвятеру, видимо, расположил. Они сразу ко мне подошли и сказали, сейчас брат первое скажет слово, короткое-то, а потом мы вам отдаем все собрание, два часа. Вы, ну он так меня представил, тут уже вся дорога-то. Ну я у них собрание это и провел. Так что пели, все как есть. Знают, что православные, объявили, что православные. Только закончилось это, подходит у них другое, дагестанское собрание. Меня на дагестанское пригласили, точно так же. А потом молодежное и на молодежном. И получилось, я к ряду почти шесть часов проповедовал. Но это редко так бывает. Если я приехал в Грузию, вот тогда, теперь он уже православный священник стал. Во время обгодслужения он сразу подходит, как у отца игумена Кирилла. Тут же сразу заводят, надевают подрезник, стихарь, как называют. И я сразу начинаю выступать перед всем народом. А потом выходим, на улице люди кучкуются. Там у него отдельная беседка такая есть. А если я совсем не знакомый никому, приехал где-то, ну незнакомый, да и незнакомый, подойдут, кто такой. Конечно, хорошо, чтобы меня они не знали. А, кто-то сразу уже, мы знаем вас такой там. Ну вот кто этот первый скажет, а температуру начинает накалять. А вы такое, вы у нас убили столько людей, вы волк во вещей шкуре, я волк во вещей шкуре. У меня ни шкуры, ни волка нету. Ну, определенно, вот сказать, я сейчас приду, допустим, вот у баптистов я тут не бываю. Уже, наверное, лет 25, больше даже. Почему? Ну, мы были там еще. Люди говорят, что можно было выщерпать. Выщерпали у них. А дальше подрастает молодежь, пусть идут. У нас оттуда пришли целые семьи, приняли крещение. Вот, дочери стали женами священников православных. А если они, кто-то меня представит и скажет, а вот вы православные, кто-то делаете там. Ну, как правило, они начинают за иконы. А иконы, это такая тема, что для них она дохлая. Особенно тысячелетнее царство. Я им предлагаю. Они говорят, что-то на земле будет, это обучение хилиазм называется. Тут беспроигрышно абсолютно, православное. В течение одного часа у них мы не оставляем ничего. Голый, голый, вот как столешница какая. Ни одного довода в защиту этого нет. Нету. Просто оставьте расти вместе до жатвы то и другое. Плевел и пшеницу. До жатвы. А дальше толкование тут прям самой Библии. Жатва, кончина, века. Вы верите? Я сразу должен спросить. Верим. Ну, а как вы до кончины за тысячу лет воскрешаете людей? За тысячу лет? Тысячу лет. А там написано, в последний день воскрешу. В последний день. А тысячу лет это в году 365 дней. Вы ошиблись на 365 тысяч дней, я говорю. Ну, надо просто вовремя их остановить. Но если я коснусь какой-то темы, такую, которую быстро разобрали, я вам сразу, давайте-то побеседуем, тема о церкви. Вы называете себя церковью? Да, а с чего вы ради церковь-то? Разве Господь дал где-то обещание, что кому-то право будет дано через полторы тысячи лет создавать церковь? Потому что вас назвать церковью, наша православная, никак нельзя. Это другой алтарь, как Киприан Карпагенский, другие молитвы, литургии нету, присуществления нету, хлеб остается хлебом. Но ничего нет у вас этого. Ни толкования, ни рукоположения. Вы не... Зачем говорите? Так это разные динаминации. Этих слов нету. Динаминации, конфессии – это два слова, которые прикрывают одно слово – ересь. И потом нужно спрашивать, а к какой ереси вы относитесь? Ну, это сразу задевает их. Или, говорит, или прогонят. Было так, что на Малоузовской, два, в Москве, они настолько раззадорились, что меня вытолкали, вытолкали на улицу. Я перешел на другую сторону улицы, через... Ну, выжится узенькая такая. Так они и туда, я говорю, ну, тут территория вам не принадлежит. Вы что делаете-то? Толкают, куда делась их грамота. А там молодежь была один раз, пригласили. У них около семи человек приняли крещение. А они молодых-то побоялись, пришел пожилой сидел. Ну, и что-то он стал там возникать. Они вот все зашумели, ему не дали слова сказать. Они сидели и слушали. Тут один раз на раз не сходится. Другое дело, когда мы в поезде едем. Другое дело, когда собрание, и мы предстоим. Я с этой стороны, он с той стороны. Правила определенные. Кто первый будет говорить, поскольку. Это все надо. Определенная щетка, кто будет возникать, кричать сразу, чтобы выводили. Если православные, я их вывожу. Если ваши баптисты, вы их выводите. Но, как правило, никто никого не выводит, и беседа кончается. У них ни выдержки нет, ничего. Тут голое место. А тут-то дальше уже говорить не надо ничего. Мы закончили беседовать один раз. Наверное, часа в три. Это я был в Караганде. А у них там свой пресвитер старший называется. Вроде роль епископа. Он говорит, ну что, нам надрали задницу? Вы согласны со всем? Все согласны. Ну, тогда надо думать. И он принял православие. Там еще кто с ним был. Поэтому я могу со стороны смотреть, когда кто-то там беседует. Я определенно могу сказать. Вот выступает, который известные священники. Ну, ближе всего к истине, это отец Олег Стеняев. Такой. Ну, я знаю, да. Знаете, да. Он Библию берет. У него опыт есть. А другие нет. Он начинает гнать. Как отец Дмитрий Смирнов. Ему сказали, тут вописано. А что вы смотрите? Берите кирпичи, добейте им окна. Ну, понимаешь, это как понимать? Ну, если так понимать, так экстремизм. Его посадить надо. Бейте в окна. Ну, что вы решили-то? Ну, они окна вставят, а другим скажут, вот они православные. На кого они похожи-то? Звери лютые. Не пойдет это. Ты должен им доказать, что со Христом лучше и в церкви лучше, чем вот как они. Вот когда я в тюрьме сотрудничал, 18 лет, ну и камеру-то откроют, когда там видно, кто не русский это. Я узнаю, это мусульмане. Ну, а я что, приношу там Евангелие, бумагу чистую. Я могу, это со мной рядом разводящие приходят. Кто желает слушать? Вот тут уже вопрос идет конкретно. Если баптисты есть, там кто-то подойдет, начинаем. Ну, ты через кормушку долго не наговоришь. Если трудно где-то, стараешься уже не задевать. В чем нуждается? Вот вопрос. А если опыта никакого нет, то ты ничего и не скажешь. А бывает у них отдельно собирают, там в больничке, больные-то никуда не денутся. И перед ними дают слово сказать. Я вот был, вел занятия, занятия регулярно в пяти отделах районных в Барнауле. В городском ВВД и в краевом. То есть это несколько сот милиционеров. Это такая благоприятная среда. Если они тебя знают, да в других отделах где-то, они даже рта не раскроют. Мне как-то начальник, кажется, генерал сказал, говорит, моя милиция стала себя тише вести. Тише, меньше нарушений у них стало. Я по конкретной теме могу сказать, вот тема какая-то. А так как? Вот я говорю, какие варианты. Я имел в виду, вот допустим, я пришел, ходил тоже к ним у нас в городе. У них собрание их не закончилось. Они подошли, начали знакомство. Сейчас, минутку. Началось знакомство. Ну, я говорю, я православный. Вот у них там всякие стереотипы про иконы. Ну, я начинаю тоже, я как бы изучаю это все тоже. Про иконы начинаем объяснять их незаблуждение. И вот они тоже говорят, а вот нигде не написано, что вот допустим, ну, я говорю, делали херувимов там от пола до потолка, вот это все описание. Они говорят, ну, нигде не написано, что им там поклонялись, ну, то есть молились именно им. Правильно, мы должны согласиться. Но перед ковчегом-то, где херувимы распростерли крылья, первосвященник простирался, падал. Тут уж никуда не денешься, прямо написано. А которое изображение на стенах было? Нет, просто это разум поднимало кверху. Они правы. Но это не идолы. Они-то говорят идолы. Они ломали иконы. А Господь говорит, дом мой. А когда он пришел, взорвали в храм. Тут их сразу на место посадим. Да, так. Но вы же идолами называете. Из-за того, что ты назвал идолами, ты сокрушил их что? Слово Божие. Поэтому вам верить никак нельзя. Понятно. И вот такой вопрос еще из Писания написано. Верующий меня на суд не приходит. Вот как это понять? Ну, как понять? Очень даже просто. Вот идет где-то суд. Одни судятся, а другие свидетели. И Господь говорит апостолам, висяйте на двенадцати престолах, чтобы судить. Судья, он не судится, он судит. Это надо так понимать. А верующие, которые там будут, смысл такой. В данном городе, сейчас, люди ропщи, такая власть там, советская. Детей не дают учить, как надо. Но мы скажем, а хоть одна семья есть. Ну, у нас город небольшой, семьсот тысяч только с чем-то. Вот. И как? Как он спасся-то в это время здесь? Ну, будет такой хоть один-то, семьсот тысяч-то будет. Вот один он всех обличит. Если он смог, и вы должны были смысл его смочь. И все. Вот так и понимать. Он приходит не на суд. Суд, значит, означает приговор на осуждение. В этом смысле. То есть, как судилище, сам процесс, предстанут все до одного. А на суд, то есть, одно осуждение, только грешники. А верующие, они на суде будут, но их судить никто не будет, они в свидетелях приходят. А, тогда маленько прояснилось, да, я потому что не совсем понял вопрос. Так, что вот еще хотел, я просто никак не мог поймать время. Нет уж, если просились, и я вам разрешил, тут уже выгадывать не надо, иначе я не могу принять. У меня на завтра, на такое-то время, у меня все расписано. А в данный момент, сейчас, у меня именно сейчас свободное время. А дальше отложить это я уже принять никак не могу. У меня, бывает, стоят в очередности люди, и даже днем неожиданно кто-то приехал где-то, и приходится принять. У людей вопросы есть хорошие. Бывают приходят. То, что по миссии, вот, то есть, как себя вести, вот, пришел, начали, допустим, знакомство, и если какие-то вопросы начались, то их разбирать, да, можно? А одному не ходить? Никогда одному не ходить. Я один не хожу, мы братом. О, один молился, кто-то сидел и молился. Ну, сначала, что хорошее у них. Мы же были, у них, допустим, ходили, у Баписца, православные, ну, за 15 лет. У них было по три собрания в неделю. В воскресенье, это два, кажется, средней недели, даже, может, даже и четыре. И мы приходили на все их собрания. Мы слушали. Люди как-то привыкали к нам. А потом уже где-то были беседы. И, ну, Господь обращал души, которые сильно интересовались. Дальше приходили к ним на дом, беседовали. Говорят, вот сколько надо посвятить времени. У нас блаженный феофилак, толкование. Меня всегда в университетах спрашивали, какая у вас программа. Я говорю, у меня нет программы. В трех томнях, толкование полное. От Матфея заканчиваю толкованием апокалипсиса. Вот и все. Вот сейчас мы проходим, как раз проходили айконопочитание. Вот у нас занятия по скайпу идут. Ну, все вопросы о церкви, там, о благодати. А сейчас прошли пособия по изучению Евангелия от Марка. Очень хорошая такая тема. Как образовывать общины, чтобы люди активно участвовали, жаждали. Допустим, разные люди. Это где-то на 24 категории разбиваются. Я не сам придумываю. Где-то считал, где-то что-то. А далее я уже весь фонд православный создаю. Кое-что бывает, и ниоткуда не беру, просто мне дано, я и сказал. И вот здесь разбирают первое. Человек не верит в Бога, я не верю в Бога. Как с ними беседовать? Какие места Писания? Места Писания, в этом смысл весь. Поэтому ты должен знать определенно и чётко. Вот у нас это всё хорошо известно. Второе. Не верят, что Библия – Слово Божие, что Библия – от Бога. Как с ними беседовать? Ну, а дальше третий говорит, ещё успею, я молод. А другой говорит, я пробовал, ничего не получилось, я просто боюсь. А иной говорит, я боюсь потерять работу там или товарищей. Как с ними беседовать? Какие места Святой Библии надо открывать и разъяснять, чтобы он считал или хотя бы следил глазами? Это необходимо. Установить авторитет Святой Библии. Я вот смотрю, что сказать о мусульманах, священнике. Выступает три священника, там патриарх, поврось друг от друга. Они говорят, что у них там положительное есть. Они ни слова из Евангелия нету. Нету? Я прослушал, ни патриарх, никто. Ну, почему не сказать-то, не прочитать Деяния апостолов 4.12? Нет другого имени под небом данного человека, который жалоб нам спастись. Ну, прочитайте. Нам не сказано опровергать их. Идите и пропадывайте Евангелие всей тварью. Мы должны включиться в это, повелевает Господь, или верующие в Сына Божие имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Если это буддист или мусульманин, он же должен понимать, жизнь он вечную не получит. Верующие в Сына, а дальше, а неверующие не увидят жизни. Тем более, считать будем Галатом 1 глава 8-9 стих. Если бы мы или ангел явился, и будет говорить не так, это будет анафема. У вас всё написано по-другому. Вам анафема больше ничего не остаётся. Я своей книге верю. Святой Библии. Ну, как тогда? Ну, зачем об этом говорить? Как чётко просчитано. Вы учите совершенно другому. Искупительной жертвы нету. Вы в грехах. А что ты на баране верхом ехал, да кому от этого легче? Христос Агнец, Он умер. Взял грехи мира на Себя. И когда Он шёл креститься, Иоанн Креститель эту фразу и сказал, Вот Агнец Божий, который берёт на Себя грех мира. 1 глава 12 стих. 29 стих. Да, это надо просто любить Слово Божие. Ну и, я могу сказать, оперировать или пользоваться. Чётко и ясно. Никуда не уходить. Подробно этот стих разбирать. А на чём основываетесь? Ну, на том, что дьявол больше знает, чем мы. Он мудрый дух. А когда ко Христу в пустыне подошёл с искушением-то, а Господь ему трижды на три искушения ответил, написано. Так он же сам автор-то. Мог бы Господь сказать что-то новое? Зачем? Сатана уже Писание знает. И он его поставил на место. И он не возразил ни разу. Вот что главное. А люди начинают спорить. То есть, бесы веруют и трепещут. А люди извращают Слово Божие и не трепещут. То есть, хуже бесов. Ну, человек... Ну, ладно. Мне пора бежать тоже. Всё, давайте. Во славу Божию. Благодарю. Всё. 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 Согласи Господь.